Итак, друзья, первичная реставрация – это состояние поверхности ванны, когда еще ни разу ванна не покрывалась и не красилась. Соответственно, вторичная реставрация – это состояние поверхности, когда уже есть краска или наливной акрил, или и то, и другое одновременно. В данном случае на отсутствие реставрации указывает очень шероховатое состояние эмали, ну и, соответственно, наличие вот с этой старинной сливной системы, так называемой, обвязки ванны. Почему-то для некоторых мастеров наличие старой вот этой вот сливной системы сильно усложняет работу, потому что ее необходимо демонтировать перед началом работы. Поскольку вот эти вот в кавычках мастера, многие во всяком случае из них даже не носят с собой болгарку, для них демонтаж этой системы – просто непреодолимое препятствие. И поэтому я очень часто встречаю, когда переделываю за такими колхозные варианты, когда в сливное отверстие вставляется пластиковый стаканчик, чтобы акрил не изолил трубу, а сверху просто заклеивают изолентой. Так, соответственно, первым делом демонтируется верхняя накладка. Делается это невероятно просто. Надо сделать ровный прямой надпил и с помощью зубила по этому надпилу ударить. Соответственно, накладка просто развалится на две половинки и можно считать верхнюю часть уже демонтированной. Нижняя накладка снимается примерно так же, то есть механика похожая, но немножечко потруднее там. И делать это нужно уже в последний момент после шлифовки, поскольку ванну нужно будет промывать и горячей, и холодной водой, поэтому нижняя часть перелива нам пока нужна. Тут были какие-то попытки шлифовки скола с помощью диска по металлу, но это не мои попытки, сразу скажу. После демонтажа верхней части сливной системы необходимо шлифовать всю поверхность эмали. Повторю, что шлифовку необходимо производить на малых оборотах. Я лично делаю это на 4000. Это безопасно для меня и для эмали, относительно безопасно. Смачиваю поверхность эмали для того, чтобы как можно меньшее количество пыли поднималось в воздух. Какого-то специального правила, откуда начинать шлифовку, конечно же, нет. То есть, как вам удобно. Я всегда начинаю шлифовку от района сливоперелива. Поскольку из-за постоянного контакта этого места с горячей, холодной водой и с мыльными растворами, шампунями и так далее, там, как правило, ванна в более плохом состоянии относительно других частей. Важный момент. Если вы шлифуете правильным абразивом, то на болгарку нажимать абсолютно не стоит. То есть, болгарка работает под своим весом. Я практически не надавливаю на нее. И делать это надо достаточно такими плавными движениями, особенно в местах загиба, то есть закругленных частях. Периодически я промываю ванну холодной водой и вы видите, насколько вода такая достаточно рыжая. То есть, это показатель того, что шлифовка происходит достаточно эффективно. В некоторых местах закругления, вы видите, остаются такие черные темные следы. Это немножко подгорает абразив на диске. Абсолютно ничего страшного. Прекрасная адгезия к этим подгоревшим местам у акрила. Поэтому ничего страшного в этом нет. В крайнем случае, если вы какой-то невероятный педант, можно с помощью наждачной бумаги вручную потом эти подгоревшие темные места убрать. Завершаем подготовку демонтажом нижней части сливной системы. Здесь все тоже очень достаточно просто. Главное знать одно единственное правило. То есть, накладку нужно распилить такой звездочкой на где-то 8-10 секций. Потом можно все это промыть водой, опять же, чтобы потом меньше тратить обезжиривающего средства на удаление вот этой пыли. И с помощью обычного зубила и обычного молоточка, не тяжелого. Ну, либо если зубила нет, достаточно будет хорошей такой мощной отвертки прямой. Начинаем выбивать вот эти вот секции, распиленные по очереди. Если накладку вы попилили правильно, то вообще никаких проблем нет. То есть, даже сильно стучать не нужно. Очень часто, да и я, когда только начинал работать, я пилил на 4 части эту накладку. И приходилось нормально так махать молотком. То есть, звон на весь дом стоял. Ну, соответственно, если попилить на большее количество частей, то демонтаж вообще невероятно простой. Ну и, соответственно, вы должны понимать, что это безвозвратный демонтаж. То есть, на место эту сливную систему уже будет не поставить. То есть, обязательно надо будет после нанесения покрытия уже ставить новую сливную систему, пластиковую. При этом обратите внимание, что труба после сливной системы, после обвязки, уже идет современного образца ПВХ, серая 50-ка. То есть, просто не смогли в свое время демонтировать эту старую систему. И, конечно же, демонтаж вот этой старой сливной системы, это считается дополнительной работой, которая оплачивается отдельно от самой реставрации. Итак, ванна полностью подготовлена под нанесение наливного покрытия. Выполнена качественная шлифовка и демонтирована старая сливная система. Далее пол и примыкающие стены закрываются укрытым материалом, пленкой, обоими, старыми или газетами, и уже непосредственно наносится наливное покрытие. Тема нанесения материала, конечно же, непростая. На нее можно снимать и нужно большое количество видео. Поэтому, чтобы не пропустить, друзья, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайк и обязательно задавайте вопросы. Я с удовольствием отвечу на них. Потому что качественной информации на YouTube на эту тему достаточно мало. И я надеюсь, что был вам хоть как-то полезен.